Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня нас с вами ожидают пустые баночки за 2 месяца. К сожалению, в прошлом месяце у меня не получилось отснять схожее видео, поэтому в этот раз нас с вами ожидают очень много пустых баночек. И поэтому видео будет чуть-чуть длиннее, чем обычным. Поэтому присаживайтесь поудобнее и начинаем. И единственный продукт, который будет связан с декоративной косметикой, это средство для очищения кисточек. Я вам его советовать не буду, оно мне категорически не понравилось. Это продукт от бренда Makeup Studio. Стоит в районе, по-моему, 6-7, если даже не 10 евро. И это абсолютно выкинутые деньги. Здесь оставив всего 2 ингредиента, один из которых это спирт, который находится на первом месте. По факту, все, что вы делаете, это вы дезинфицируете ваши кисточки. Но продукт совершенно не вымывает пигмент и совершенно не отмывает кисточки. Даже минимально. Поэтому расход огромный, толку ноль. Кисти убивает совершенно точно нет. И это был единственный продукт на сегодня, связанный с декоративной косметикой. Говоря про пустышки и декоративные косметики, мы их с вами обсуждаем всегда в рамках Project Pen. И соответствующее видео должно будет выйти относительно скоро. Продолжаем с уходом. И в первую очередь мы с вами поговорим про продукты для снятия макияжа. Закончилась мицеллярная вода от бренда Биодерма. Это вариант для чувствительной кожи. Наверное, это одна из немногих мицеллярок, которые мне действительно понравились. В первую очередь она не раздражает глаза, не раздражает кожу и неплохо справляется с макияжем. Да, если у вас будет очень жесткая гелевая подводка, вам придется постараться, вам придется немножко все-таки кожу потереть. Но тем не менее, она неплохо справляется с классическим макияжем. Если вы особо сильно не краситесь, она справится. Далее будет гидрофильное масло, что-то вроде от бренда Бабер. Это разделение на две части. То есть в одной баночке находится больше как классическое гидрофильное масло. В другой части находится какое-то мини-дополнение и увлажнение. По итогу вы наносите условно 2-3 капли гидрофильного масла и добавляете туда вот эту увлажняющую штуку. Вообще мне понравилось. Неплохо справляется с макияжем, но на инструкции было написано, что нужно 2-3 капли. Но если вы носите интенсивный яркий макияж, этого будет конечно же вам недостаточно. И придется брать и набирать чуть больше продукта. Хорошо справляется с макияжем и даже с гелевыми подводками без проблем справляется. Единственное, что мне было конечно немножко неудобно, что нужно и из одной баночки налить, и со второй баночки налить. И когда вы все это смешиваете у себя на лице, вернее правда в том, что изначально нужно нанести именно это гидрофильное масло, а потом добавить капли вот этой вот увлажняющей штуки. По итогу у вас 2 баночки заляпаны в декоре и их еще потом дополнительно нужно отмывать. Поэтому вот этот момент был немножко неудобным. Говоря про классические умывалки, закончилось не очень много. В первую очередь это опять-таки бренд Бабр, мини-версия. Я брала с собой эту малышку в отпуск в сентябре. И в принципе в рамках отпуска я ее частично и добила. Здесь 20 мл продукта. Основной плюс, основной минус. Из плюсов не стягивает особо кожу, несмотря на то, что здесь в составе глина. Из минусов очень плохо пенится. И если вам нужно убрать какие-то остатки макияжа, либо же по какой-то причине у вас не было продукта отдельного для снятия макияжа, то справляется он с этим не очень хорошо. Из плюсов еще маленький расход. Сказать, что я очень сильно впечатлена не могу. И лично я бы не стала покупать полноразмеры, в то время как вот эта умывалка от СРВ, которая стоит в разы дешевле, мне понравилась гораздо больше. Сейчас я даже посмотрела, сколько она стоит в аптеке. 12,90 стоимость вот этой вот версии у меня в 270, ой, в 236 мл. На скидках можно взять за 11, за 10 евро. Можно даже найти еще дешевле на скидках. И я хочу вам сказать, что это великолепная умывалка за свои деньги. У меня очень маленький расход. Вот эти 200 мл я использовала, наверное, практически 3 месяца. Где-то плюс-минус так. Отлично пенится, не стягивает кожу. Еще ее дополнительно увлажняют. Я изначально думала, что это что-то будет вроде продукта для снятия макияжа, потому что он на основе масла. Но нет, это все-таки классическая умывалка, пенящаяся. Суть в том, что вы должны выдавить одну помпу продукта, взбить в руках. И когда вы начинаете взбивать, продукт начинает пениться. И это очень мягкая пена, не жесткая, которая отлично еще дополнительно подсмывает какие-то остатки макияжа. Мне очень сильно понравилась, но есть один нюанс. Здесь дозатор, вот эта сама штучка, не доходит до конца банки. И, соответственно, если у вас остается где-то треть, ну как треть, четверть, наверное, пятая часть продукта, вам приходится полностью доставать дозатор и уже из бутылки переливать себе на руку. Потому что помпа не хочет собирать этот продукт, а выкидывать практически пятую часть, на мой взгляд, ну такое себе. Очень сильно понравилось. Тоники. Начнем с фотографии, с бренда, который называется I Want You Naked. Я брала этот тонер с собой в отпуск. Там всего лишь 35, максимум 50 миллилитров продукта. И он стоит каких-то бешеных денег. Мы его с вами находили в бьюти боксе, по-моему, даже около 30 или 40 евро. Из плюсов. Это неплохой тонер, он классно увлажняет. У него не сильно навязчивая душка, не вызывает раздражения. Хороший дозатор. Из минусов там очень мало продукта. И мне его хватило, условно говоря, вот на две недели отпуска и все. Поэтому я бы 100% не стала покупать вот эти 35 миллилитров за эти бешеные деньги. Оно того не стоит. Тонер, вернее, тоник от Белиты. Профессиональная линейка. Наконец-то я его дубила. Это тоник Балансер из синий. Вернее, из голубой линейки. Очень классная линейка именно Проф. Обратите внимание, если вы никогда не пробовали, там действительно есть классные и интересные продукты и рабочие продукты. Это хороший тонер, который хорошо увлажняет. И в принципе никаких проблем он не вызывал. Никакого-либо раздражения, ни покраснения, ни зуда, ничего. Очень комфортный базовый тоник, который даже неплохо увлажняет на выделении. Но я предупреждаю, что здесь есть в составе молочная кислота. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и не наносите без SPF. А все-таки кислота это не шутки. Тонер от, вернее, тоник от бренда Пикси. Он мне не подошел. Это, по-моему, продукт из бокса. И самое что обидное, я выбирала тоник без отдушки. Потому что у меня иногда бывает реакция на какие-то ярко выраженные отдушки. И мне положили все равно вот этот вот тоник с коллагеном, в котором есть отдушки. И, к сожалению, он мне не подошел. Я его просто по итогу вымазывала на тело. Что не так, отдушка. Здесь очень много парфюмированных композиций. Если у вас чувствительная кожа, то вам, скорее всего, тоже не подойдет. Увлажняет неплохо, распределяется неплохо. Но, к сожалению, мы не подружились с этим продуктом. Сейчас будут серомы. И тут, в общем, тоже будет много аутсайдеров, которые мне не подошли. Но которые я, тем не менее, вымазала. Либо там на тело, либо на зону декольте. И первое это Ифраша, к сожалению. Тоник, который называется Эликсир Ботаник. Вернее, сером, извините. Это двухвазный продукт, который нужно вместе смешивать. Он содержит в себе масла. И, скорее всего, именно масла мне не совсем подошли. И хочу вам сказать, что есть, вернее, была после нанесения легкая липкость, как от классического масла. Я обычно масло предпочитаю наносить как последний этап в ходе. И, в принципе, так и нужно делать. Но мне кажется, он лучше подойдет на какую-то сухую или склонную к сухости кожу. Он неплохо увлажняет. В принципе, неплохо впитывается. Не считая вот этого вот маслянистого эффекта. Мне не подошло. У меня от него были подкожники. Не очень много, но все равно я следила за ним. И заметила, что он вызывает все-таки немного подкожников. И еще один сером, который мне не подошел, от бренда Верин Келест. К сожалению, я подозреваю это связано с тем, что здесь ярко выраженная отдушка. Возможно, это не отдушка. Какой-то компонент очень сильно пахнет. Я бы даже сказала, воняет. Очень неприятный запах, скажу честно. И поэтому он мне не подошел, вызывал легкое какое-то раздражение. Короче, мы не сошлись с характером. При этом этот сером хорошо впитывается и дает неплохое увлажнение. Но вопрос в том, подойдет он вам или нет. Чаще всего у Верин Келест и The Ordinary в принципе неплохие составы. И там особо нет никаких отдушек. Но вот здесь мы не сошлись с характерами. Давайте сразу же с вами, пожалуй, поговорим про фотографии. Еще было несколько мини-серомов, которые я закончила в отпуске. В первую очередь это бренд NUX. И вот эта вот малышка, она мне понравилась. Хорошо впитывается, дает хорошее увлажнение. Есть легкая, ненавязчивая отдушка. Но она, во-первых, не раздражает вас. Во-вторых, она не раздражает кожу. В принципе, все нормально с этим продуктом. Из минусов, конечно, у него цена не самая дешевая. Но продукт мне очень и очень даже понравился. И еще вроде как был сером от бренда Avene. Шикарный увлажняющий сером сыворотка. Хорошо впитывается, дает классное увлажнение. Это больше продукт на основе гиалуроновой кислоты. И вы чувствуете обалденное увлажнение от него. И при этом у него маленький расход. Продолжая историю с гиалуроновой кислотой. Я вам покажу белорусский бренд Blum. Купила в миле рубля за 4 или за 5. 4 рубля это приблизительно евро. Чуть-чуть побольше. То есть ерунда. Это сыворотка с гиалуроновой кислотой. И она мне понравилась. Она классно впитывается. Из минусов у него достаточно большой расход. Она не дает липкости. И ее можно спокойно наносить под макияж. Как в принципе и сыворотку от бренда Avene. Но Avene будет больше напитывания и меньше расход. Чем вот у этой сыворотки от Blum. У Катриц есть тоже схожая гиалуроновая сыворотка. Но она дает липкость. И очень часто тональные основы поверх нее начинают кататься. Особенно если вы перестараетесь, переборщите с продуктом. Здесь таких проблем нет. Мне очень-очень сильно понравилось. Если вы визажист и вам нужно какое-то легкое базовое увлажнение. Дешево, сердито и реально работает. Я взяла еще одну сыворотку от бренда Selfie Lab. Я сейчас ее пользуюсь. Мы про нее с вами поговорим попозже. В рамках следующих пустых баночек. Там как раз осталась до треть продукта. Она с пептинами. Я хочу сказать, что она мне тоже понравилась. Но увлажнение больше все-таки от этой сыворотки от Blum. Если не ошибаюсь, там в линейке 3 или 4 вида сывороток. Но я взяла с гиалуроновой. Просто потому что она самая нейтральная, самая базовая. Точно не должна вызывать никаких проблем. И две малышки. Одна от бренда Kiehl's Powerful Strength Lone Reducing Concentrate. В 5 мл честно я грешила, что у меня на нее есть реакция. Первое время. Но я с чем-то ее просто комбинировала. И видела легкие подкожники. Ну как легкие там. 2, 3, 4 вылазила. Потом, когда я сменила, мне кажется, крем. Все стало нормально. И в принципе, сыворотка мне относительно понравилась. Сейчас расскажу, что мне не очень понравилась. Хорошо распределяется. Отлично впитывается. Но мало увлажнения именно. Я, к счастью, наносила ее на ночь. И потом закрывала кремом. Еще дополнительно проходилось маслом для лица. И все было нормально. Но если ее использовать в чистом виде. Или, не дай бог, без крема. Ее будет недостаточно. Ее будет очень мало. Расход у нее такой, ну не очень сильный. И в то же время, если вы хотите получить больше увлажнения. Тогда он действительно будет сильным. Для себя я бы сказала, что скорее нет, чем да. И здесь также есть витамин С в составе и в количестве 12,5%. Витамин С это очень круто для осветления каких-либо проблем. И сыворотка от бренда Филарга. Которая лифт дизайнер. Тоже мини версия. 7 миллилитров. Ну, честно, я какого-то вау эффекта не увидела. Хорошо впитывается. Да, проблем нет. Напитывание какого-то я не почувствовала. Супер вау увлажнение тоже. Без крема, без масла ее мало. Либо мне так показалось. Но, честно, мне не на 100% она понравилась. Кремы для лица. Сразу же говорю, что продуктов для зоны вокруг глаз она с вами снова не будет. Так получилось, что в начале лета я вскрыла где-то 3 или 4 упаковки. И они потихонечку, потихонечку заканчиваются. Может быть в следующем видео хотя бы одну упаковку я добью. Но это не точно. Посмотрим. Говоря про то, что я использовала для лица. Начну с того, что мне очень сильно не понравилось. И это будет белорусская косметика. Я когда была в Нинске, у меня закончились пробники. Я просто пошла в магазинчик посмотреть, что же есть интересненького из бюджета, из белорусского. И купила этот крем от бренда Selfie Lab. И он называется экстравлажняющий крем для лица день-ночь. Мне показалось, что состав здесь очень такой приличный. На самом деле так и есть. Но мне совершенно не понравилось. Текстура здесь полугелевая. И в принципе она неплохая. И если впитывать этот продукт на руку, вроде бы он хорошо распределяется. Вроде бы есть даже какой-то легкий эффект увлажнения. Но когда я его купила, это был конец июля. И соответственно это время, когда наиболее жарко, и когда я вернулась в Германию, в Мюнхен, была жара плюс 35. И когда я использовала этот крем, у меня было ощущение продукта на лице. Чтобы вы понимали, когда я наношу тональные основы, макияж, я его вообще не чувствую. Мне это не доставляет никакого дискомфорта. И в принципе, когда я наношу какие-то увлажняющие продукты на лицо, я их не чувствую со временем. Это первый продукт, который я почувствовала на лице. Серьезно, без шуток. Вы его наносите, и у вас ощущение пленки на лице. Из-за того, что была в это время еще и жара, это все усугублялось. И создавалось ощущение, что кожа потеет просто не в себя. И как будто бы на ней пленка, и она не может убрать ненужную ей влагу. И это очень некомфортно. Это очень сильно неприятно. В общем, мне абсолютно точно не зашло. Еще предупреждаю, что если вы перестараетесь с количеством этого продукта, то он начинает хуже впитываться. Я бы даже сказала, он начинает очень плохо впитываться. Короче, по итогу я его вымазывала на тело. И на теле он тоже вел себя, в принципе, точно так же. Поэтому, на мой взгляд, это нет. Либо же на какой-то межсезонье, чтобы кожа так сильно не потела. И чтобы не чувствовать вот этот дурацкий эффект пленки. Этот эффект пленки за счет, скорее всего, глицерина в составе. Его здесь, скорее всего, очень много. И да, глицерин помогает блокировать излишние потери влаги. Но в этом случае это сыграло очень злую шутку. И очень неприятную шутку. Крем от бренда Farmacy. Ой, я его добивала очень долго, как и второй крем. Потому что здесь 50 мл, здесь 70 мл. Мне очень сильно понравился этот крем. Здесь есть легкая душка, но она не вызывает реакцию у меня. То есть, в принципе, для моей относительно чувствительной кожи все прошло прекрасно. Классно впитывается, безумно маленький расход. Классно увлажняет и классно питает. Вообще, нет никаких вопросов. Могу придраться только к цене. Это единственный момент, касаемо, в принципе, бренда Farmacy. Очень-очень мне понравился этот крем. Он безумно хороший. И я рада, что я его попробовала в адвент календаре. И еще один крем. На этот раз от корейского бренда Godal. Я надеюсь, я правильно произнесла. Это крем, который мы с вами находили в адвент календаре E-Style. Здесь 70 мл. Я сразу же оговорюсь, что продукты для лица наношу и на шею, и на зону декольте. Я считаю, что нет никакой разницы между этими продуктами. Не нужно покупать что-то отдельное для зоны декольте, для зоны шеи. Можно использовать просто один и тот же крем. Поэтому у меня продукты для лица заканчиваются относительно быстро, так как я их вымазываю везде и всюду. Итак, этот крем мне понравился. Он хорошо впитывается. У него маленький расход. Он при этом еще классно напитывает. Никаких проблем, нюансов я не заметила. С тональными основами дружит. Можно использовать даже в качестве легкой базы под макияж. Сильной липкости не дает, но и никакого дискомфорта не вызывает. А учитывая стоимость, по-моему, в районе 15 евро, мне кажется, что это очень прекрасно, так как здесь целых 70 миллилитров продукта. Еще предупреждаю, что это не совсем пластик. Это пластик плюс картон вместе. И упаковка по итогу, конечно, у вас будет выглядеть не очень презентабельно, но какая разница. И продолжим с вами с фотографиями и с продуктами, которые я брала с собой в отпуск. В первую очередь это бренд Kiehl's. Здесь буквально 5 миллилитров продукта. То есть это пробник, который мы тоже находили в каких-то бьюсси боксах и адвент комментариях. Мне он понравился. Я использовала этот продукт на ночь. Он дает обалденное питание и увлажнение. Но я бы была аккуратна с маслами для лица, например. Потому что сам по себе продукт очень плотный, очень жирненький. Он при этом классно впитывается. Не оставляет никакой особой липкости. Приятен и комфортен на лице. Но если вы еще сверху бахнете масло для лица, то возможно будет перебор. Мне он очень сильно понравился. В то время как вот этот малышка от Dr.Haus. Там тоже было около, наверное, даже 3 миллилитра продукта было. То есть он быстро закончился. Мне не очень сильно понравился. Во-первых, там есть ярко выраженная отдушка. И судя по всему она у меня вызвала легкую реакцию. И с одной стороны крем неплохо впитывается. Даже дает какое-то увлажнение. Но вот эта вот отдушка все погубила. Иначе бы я сказала, что он мне в принципе понравился. И последний крем, который я тоже с собой брала. Это Nuxe Meroyance Lift. Хороший крем, который мне очень сильно понравился. Сравнивая его, например, с Kiehl's. Kiehl's будет поплотнее, пожирнее, давать больше питания. Nuxe будет чуть-чуть полегче. Но это не вариант крема, который вы наносите и вам легко. Это не вариант крема на очень жирную кожу. В вашем случае нужна какая-то более гелеобразная текстура. Nuxe тоже сам по себе плотный и очень питательный. И при этом дает обалденное увлажнение. В отличие от Dr.Hauke, он практически не пахнет. А дышка вроде есть, но она такая ненавязчивая и не раздражает кожу. Поэтому мне и понравилось. Сейчас мы с вами перейдем к очищающим и увлажняющим маскам для лица. А потом перейдем к SPF и для лица, и для тела. Итак, очищающие маски. В первую очередь бренд Hygians. И это гаммаж для лица. И, судя по всему, мелкие косточки абрикоса. Конечно же, я ему говорю нет. Потому что это устаревшая формула, устаревшая текстура. Да, это скраб, но это тот скраб, который может вам повредить кожу. И который будет ее царапать. Из плюсов здесь классная и интересная консистенция. Которая очень вкусно пахнет чем-то цитрусовым. Я фанат цитрусового, поэтому мне нравится, мне зашло. И эта консистенция даже дает легкое увлажнение коже. Вот в этом заключается единственный плюс этого скраба для тела. Ой, не для тела, а для лица. Я бы не стала покупать ни в коем разе, ни в коем случае. Еще один скраб. На этот раз от бренда The Body Shop. И в этом случае, если вы любительница скрабов, мне кажется, он будет получше. Потому что здесь не крупные частицы, а какие-то мелкие частицы, напоминающие чем-то целлюлозу, что ли. Что-то такое. То есть он достаточно деликатный к коже. И кроме того, эти частицы находятся в какой-то слегка глиняной основе. В принципе, этот продукт можно оставлять на лице как дополнительное очищение. В общем и целом, я не могу сказать, что это плохая очищающая маска. В принципе, если вы любительница такого, то вам, скорее всего, понравится. Ну и супер жесткий пилинг от Kate Summerville, который я обожаю. У него очень маленький расход. Здесь 15 мл продукта хватает на 2 плюс месяца. Нужно горошина, может быть, чуть больше, в зависимости от того, куда вы наносите маску. Я такие маски наношу и на лицо, и на шею. И частично снимаю на зону декольте. Поэтому у меня расход чуть-чуть побольше. Мне очень сильно понравилось. Это уже вторая упаковка. Тоже находились с вами в бьюти-боксах, адвент-календарях. Стоимость у этой маски не маленькая, но она стоит того. На удивление, но факт. Предупреждаю, что это очень жесткий пилинг. И ни в коем случае не пренебрегайте инструкции. Здесь написано, как пользоваться этим продуктом. Вы изначально наносите массирующими движениями на лицо. И оставляйте на 30 секунд или же максимум на 2 минуты. Если у вас очень чувствительная кожа, если она у вас тонкая, то 30 секунд это ваш максимум, возможно даже меньше. Я оставляла в среднем на минуту, на 2. Но когда я первый раз попробовала этот продукт, я себе подпалила немножко лицо. Поэтому аккуратно, когда вы его используете, следите внимательно за временем, чтобы не перестараться. Еще один момент. Если у вас есть открытые какие-то прыщики, то есть у вас есть активное воспаление, тоже аккуратно с этим продуктом, потому что будет безумно сильно печь. Если у вас есть ранки, то тоже предельно аккуратно, потому что это жесткий пилинг, который будет вам печь. Но эффект обалденный на лице. Мне очень сильно нравится этот пилинг. И одна единственная увлажняющая маска от бренда Oskia London, которая называется Renaissance Mask. Это привет адвент календаря. И мне кажется, что где-то еще лежит одна точно такая же маска. Я ей безумно рада, потому что она мне нравится. Она классно увлажняет, классно питает. Здесь безумно маленький расход. Здесь 15 мл продукта, но вам хватает ее где-то в среднем на 2 месяца, если даже не больше, в зависимости от того, как часто вы делаете увлажняющие маски. Но предупреждаю, здесь очень много масел в составе, поэтому если у вас есть реакция на какое-то масло, то обязательно проверьте, во-первых, состав. Если у вас жирная кожа, склонная к закупорке пор, то тоже обратите внимание, что эту маску нужно будет очень хорошо смыть, потому что слишком много масел в составе, и в вашем случае, возможно, некоторые нюансы и проблемы. Мне она очень нравится, она мне полностью подошла. И теперь будут миники одноразовые. Из масок именно для лица я добила маску Aloe Vera от бренда Shea Benz. Это немецкий бюджет. Эта маска стоит около 1,5 евро. Она мне не очень сильно понравилась. Здесь две части. Почему не так? Что не так? Вернее, у меня почему-то немножко пекло лицо после ее использования. Может, мне как бы показалось, но два, что показаться, вряд ли могло. Вроде бы она неплохо увлажняет, но она очень-очень базовая. Поэтому ничего сверху я здесь не увидела и точно не стала бы перепокупать. Далее в основном патчи для зоны вырослых глаз. Я попробовала патчи от Essence и Задвенкомендаря. Они мне средненько понравились, потому что они плохо держатся и начинают уползать. Но как неплохое базовое увлажнение подойдет. Стала ли бы я покупать? Ну, если бы очень нужно было закинуть их в холодильник и подержать потом на лице, то да. Но я бы лучше купила просто многоразовые корейские патчи и не заморачивалась бы. Еще одни патчи от бренда Flash Patch. Нет, пардон. Бренд называется Patchology. Вот эти патчи уже получше. Они дают больше увлажнения, больше питания. И они дольше остаются влажными. В то время как Essence очень быстро высыхает. Очень понравилось. Мне кажется, уже не первый раз я пробовала эти патчи от этого бренда. Просто их часто кладут в ADM-календари. Поэтому пробую и рассказываю вам. Бренд, который называется Skin Iceland. И это тоже патчи для зонового круглос. Такая же ситуация, как и с Patchology. Они мне понравились. Хорошо питают, хорошо увлажняют. Классно охлаждают. И тоже они достаточно долго остаются влажными. Обычно я вот патчи, которые быстро не высыхают, еще дополнительно на лоб куда-нибудь клею потом. Или на шею. Ну, просто чтобы окончательно добить. И чтобы жалко не было. Прыщиковая водилка от бренда Cosarex. Я закупаю сразу патчку в 10 штук. И они живут у меня, не знаю, около года, даже больше. Что-то вылезло, приклеило. За раз не всегда полностью вытянет. Но если вы где-то там что-то разодрали, я любитель подрать. И если продукт, ну продукт, проблемка до конца не вылезла, то это хороший способ достать все, что там осталось. Если у вас какой-то прыщик, который набух и который не созревает, а просто это какое-то легкое воспаление, то не помогает. С такими прыщиками, на такие прыщики просто забить и не трогать лишний раз. Хотя я прекрасно понимаю, что ручки чешутся. Но тогда, если вот у вас такая же проблема, как у меня, что вы любите потрогать лицо, просто приклеите патч, чтобы лишний раз никакую инфекцию не заносить. И продукт из бьюти-бокса, который мы с вами не так давно находили и не так давно распаковывали. Я все-таки попробовала это, я не знаю даже, как это назвать. Короче, штука для ванны. Вы наливаете в ванну, добавляете этот продукт. Во время того, как вода набирается, даже есть какие-то легкие пузырьки, неплохо пахнет, немножко, правда, химозненько. На вкус вода, правда, не очень. Я случайно воду попробовала, она стала привкуса химии. Поэтому аккуратно, но ничего сверху в этом нету. Не знаю, я как дополнительный, наверное, не стала бы покупать. Не стоит оно того. Время SPF. И начну я с продуктов для лица. Начнем, пожалуй, с фотографии, с бренда, который называется Dermalab. Я его покупала в Италии в отпуске, потому что SPF, который я брала с собой, от Dr. Babbert, дальше покажу картинку, он у меня у нас, вернее, закончился, и никакие дополнительные с собой SPF мы не брали. Просто зашли в обычный магазин и взяли практически первое, что попалось под руки. Из плюсов, он хорошо впитывается и неплохо увлажняет кожу. Из минусов, он зараза стекает, при том очень быстро, очень сильно, и вы сразу начинаете плакать. То есть, если вы как-то не закрепите этот SPF, то есть, если наносить его, например, под макияж, то, в принципе, будет неплохо, и он неплохо увлажняет. Но если наносить его в чистом виде, в отпуск и пойти, например, позагорать, то плакать вы будете через часа два, потому что он хорошо так утекает и расползается. Еще из минусов, он отдает легкий белый налет. Поэтому, на мой взгляд, определенно точно нет, учитывая то, что этот SPF, по-моему, стоил около 17 или 18 евро. 18 евро он точно не стоит. Лучше взять тогда L'Oréal, который вышел этим летом. Он хотя бы держится на лице и не уползает, и не стекает вам в глаза. Бабор, вернее, Бабор. Там, по-моему, было 15 миллилитров продукта. Хорошо распределяется, не дает белого налета, не утекает вроде бы в глаза, в зависимости от того, сколько вы будете наносить. Если вы перестараетесь с продуктом, к сожалению, тогда он может тоже утекать. Но он не такой жидкий, и он не такой текучий, как, например, Дерма Лэб, про который мы уже с вами поговорили. Вау-увлажнение не ждите. Это SPF, который нужно наносить поверх крема. Желательно поверх крема, чтобы у вас было достаточно увлажнения. Под тональными основами смотрится, в принципе, неплохо. И еще два продукта для лица. Один корейский, второй европейский. Начнем с того, что подороже. И привет, опять-таки, Адвент Календаре. Это бренд Ultra Violet. Мне этот SPF понравился, но у него есть некоторый нюанс. Он классно впитывается, дополнительно дает увлажнение. У него есть светоотражение. То есть его можно, в принципе, использовать как основу под макияж. Слегка подсвечивающую. Держится на лице, но в глаза не стекает. Его нюанс заключается в том, что есть отдушка. Немножко странная отдушка, но она не вызывает реакции на кожу, если у вас кожа чувствительна к запахам. Поэтому тут такой момент. Надо оно вам или же нет. Упаковка удобная, но ценник не очень приятный. По-моему, 45 евро стоит. Полной размер. И что-то подбюджетнее. Это Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen. И да, и нет. Он хорошо впитывается, он хорошо держится, но это зараза выбеливает лицо. То есть, если наносить его в чистом виде уже на загар, то вы будете немножко фантомасом, плюс немножко еще дает эффект синевы. Вот это вот. Даже не синевы, а какой-то фиолетовости. Если же вы наносите его под макияж, то особых проблем не будет. Он не скатывается, хорошо держится. Вау, увлажнения здесь не будет. Поэтому лучше его наносить на какой-то увлажняющий крем. Тут, как говорится, на любительном. В зависимости от того, как вы будете его наносить. SPF для тела. Опять-таки, поговорим про этот SPF от Garnier. Я, честно, пыталась его добить. Здесь осталось где-то третьей упаковки. Это еще запас с августа, когда я брала с собой в отпуск этот SPF. Именно эта версия категорическая нет. Она плохо впитывается. Она дает очень сильный белый налет. И, ко всему прочему, не держится на теле. И начинает убегать от вас вместе с потом. А если бы вы пошли и искупались, то вам вдвойне, вдвойне необходимо перенаносить SPF. Еще один SPF для тела от Dermalab. Мы, конечно же, тоже взяли этот продукт на пробу. Потому что запасы закончились. Нам на глаза не попался Garnier, который я покажу дальше. Нам не понравилось. Из плюсов. Хорошо впитывается, хорошо распределяется, но не держится. То есть вы вспотели, SPF убежал. И если вы будете, не знаю, заниматься активным каким-то отдыхом, спортом, лазить по горам, то этот SPF не держится. Его необходимо будет перенаносить постоянно. Поэтому я бы не стала его покупать. Учитывая то, что он тоже стоит около 17 или 18 евро, лучше взять Garnier. Вот этот, который реально работает. Да, мы взяли версию для Kids, но ничего страшного. Какая разница? Вот эта версия SPF от Garnier, она обалденная. Она классно впитывается, легко распределяется. Это что-то вроде молочка. Можно наслаивать. При этом у вас SPF не течет в течение дня. Вы можете сходить искупаться и частично SPF останется. То есть он влагоустойчивый. Если потеете, он у вас вместе с потом не будет скатываться по телу. Поэтому из Garnier я рекомендую обратить внимание именно на эту версию SPF. Итак, с SPF мы с вами закончили. И теперь переходим к продуктам для волос. И начнем мы с вами, пожалуй, с шампуня. И давайте начнем с фотографии. У нас закончился шампунь в отпуске, поэтому нам пришлось брать что-то быстро в магазине, легко доступное. Поэтому просто взяли Garnier. Кстати, хороший шампунь, который классно пенится. Да, он немного химозный, но он стоит 3-4 евро и он реально отмывает нормально волосы. И при этом обалденно пенится. Запах, душка у него слегка химозный, но не вижу в этом ничего страшного. Расход у него маленький. И SPF, который, ну SPF, шампунь, который мы брали с собой и закончился, это John Frieda. И честно вам скажу, Garnier работает лучше. Garnier лучше пенится и лучше вымывает волосы. А вот этот вот John Frieda, он, ну так себе вымывает. Если у вас будет соль в волосах, он вообще как-то практически соль эту игнорирует. И необходимо 2, даже не 2 раза промывать волосы, а раза 3, чтобы хорошо вымыть. И плюс, очень, очень плохо пенится. И на этом мы с вами шампунь у меня закончили. Это были всего лишь шампуни, которые мы брали с собой в отпуске, и которые использовали в отпуске. Итак, шампунь от Саши Юан. Я как-то не очень люблю этот бренд, как-то мы с ним не дружим. Мне не понравилось. Опять. У него большой расход, он плохо пенится. Когда вы начинаете вымывать голову во второй раз, тогда уже вроде как ситуация чуть-чуть получше, и он начинает чуть лучше пениться. Но первый раз это просто какая-то жесть. Нужно набирать много продукта, чтобы он хорошо впенился, чтобы он хорошо промыл волосы. Вроде бы по итогу с двух раз он нормально волосы промывает, но вот с первого раза мне кажется недостаточно. Для себя я бы не стала покупать полный размер. А теперь шампунь, который офигенный, который мы с вами находили в бьюти боксе от Glossy Box. И девочки в комментариях писали, что им очень сильно нравится этот шампунь, и что он очень классный. Я полностью согласна. Он офигенный. У него маленький расход. Достаточно горошины. И эта горошина прекрасно взбивается в пену, и спокойно промывает полностью все волосы. Я обычно прохожу все равно два раза, но теоретически с этим шампунем в общем-то достаточно даже одного раза. Здесь 250 мл продукта. Мне хватило где-то на два месяца, даже возможно чуть-чуть побольше. Очень круто, и надо его ловить на скидках. Мне он очень сильно понравился, и плюс здесь очень приятная отдушка, ненавязчивая. Ну и также мини-версия. Шампунь пробник от бренда Philip Kingsley. Неплохой шампунь, неплохо пенится. Сравнивая, например, с Сашей Йоанн, Philip Kingsley, на мой взгляд, получше будет, но если сравнивать с Moma, то Moma все-таки побелки Philip Kingsley, а цена приблизительно плюс-минус одна и та же. Хорошо в пеннице, неплохо вычищают волосы. Так, скрабы для кожи головы бренд Virtue и Christopher Robin. Christopher Robin мы уже с вами несколько раз обсуждали, я не знаю, какая это уже по счету мини-версия, сейчас я еще одну мини-версию пользуюсь. Скажем, спасибо адвен календарям и бьюти-боксам. Из плюсов, хорошо пенится, неплохо вычищает кожу головы. Из минусов, если вы плохо промоете и смоете этот продукт, у вас волосы будут очень жирные на следующий день. Будет создаваться ощущение, как будто вы вообще не промыли вашу голову. Я делаю следующим образом, я до промывки шампунем наношу этот скальп, тритмент, в общем, этот продукт, хорошо я его вспениваю, промываю волосы просто на воду изначально, а потом уже начинаю хорошо вымывается и кожа головы у вас чистая, отшелушенная и все замечательно. А вот скраб от Virtue мне не понравился. Это классический скраб, который дополнительно там не пенится и нужно потереть, нужно постараться, нужно придумать, как бы это хорошо промыть кожу головы. В общем, на мой взгляд, Кристоф Робин получше, но у Кристофа Робина есть свои нюансы. Масок для волос будет немного, буквально две штучки. Бренд Paradox, здесь 30 мл продукта и бренд Hair Again, здесь 50 мл продукта. Мне понравились в принципе оба, но они очень базовые и какого-то супер вау-эффекта не дают. Они хорошо увлажняют, хорошо питают волосы и расход у них относительно неплохой, в зависимости от того, конечно, сколько вы будете использовать продукта. Эффект есть, волосы гладкие, волосы напитанные. Все, больше сказать ничего не могу. Говоря про кондиционер, добила я бюджет бюджетный от бренда Garnier, кондиционер, который, на мой взгляд, ничего не делает. Если в дополнение не брать маску, создается ощущение, что вы вообще кондиционер не наносили. Изначально он пахнет вроде бы вкусно, бананом, потом вы начинаете понимать, что пахнет немножко химозно все-таки бананом. Если у вас пушатся волосы, скорее всего, вообще вам не поможет. В моем случае волосы иногда создавалось ощущение, что я вообще кондиционера не использовала. Волосы были пушистые, особенно кончики, которые вечно секутся. Поэтому, честно, я не стала бы перепокупать этот кондиционер. Какого-то вау-эффекта я не увидела. Переходим к телу и начинаем мы с вами с гелия для душа. Лимитированная коллекция Рождества 2022 года от бренда E.Froche. Именно эта версия с ягодками мне нравилась гораздо больше, потому что здесь более устойчивый аромат, который чуть дольше держится. Вторая версия, которая была в рамках Рождества 2022 года, держалась чуть похоже. Именно эти гелия тоже неплохо пенится, но у них такой средненький расход. Говоря про лимитку этого года, я как раз сейчас пользуюсь двумя версиями. И версия со специями мне нравится больше. Во-первых, мне нравится аромат больше. Во-вторых, она чуть более устойчивая. В то время как версия с миндалем или, в общем, чуть более сладкая версия, она менее устойчивая. Пенятся они одинаково прекрасно, но отдушка все-таки держится по-разному. И два геля для душа от Molten Brown. Один мы брали с собой в отпуск, и второй я добила дома. Мне нравится гель для душа от Molten Brown, потому что у них маленький расход и очень классный, интересный аромат, который действительно держится. Больше ничего добавить не могу. Обидно, что это не самый бюджетный гель для душа, но из плюсов вот здесь 100 миллилитров хватает где-то на месяц или около того. Смотря, конечно, зависит от того, как вы будете использовать этот продукт. Скраб для тела у нас с вами будет только один от бренда Ореник. Это Привет, магазин ДМ. Стоит в районе трех или четырех евро. Прекрасное соотношение цены-качества. Хороший базовый скраб. он пахнет немножко химозно. Это да. Но, в принципе, здесь неплохие сахарные частицы. Они не сильно крупные. И сама текстура, в которой находятся скраб, она неплохо увлажняет и приятная кожа. Теперь увлажнялки для тела. Начнем с масла для тела от бренда Нюкс. Люблю, люблю, хорошо увлажняет, очень хорошо питает. Масла для тела нужно наносить после душа, желательно, когда у вас кожа слегка влажная. Если будете наносить на сухую кожу, будет создаваться ощущение липкости и очень неприятно будете себя ощущать после душа, после ванны. Они распределяются прекрасно и вы их не чувствуете. Вы не чувствуете вот этот эффект масла на теле. Очень нравится, очень вкусно пахнет. Очень жаль, что не бюджетненько. Так, мист для тела от Rituals. Потом уже поговорим про классические кремушки. Мне нравится от душа, но толку от этого продукта особо нет. Это мист из разряда просто освежится. Летом хорошо. Какого-то увлажнения ждать не стоит. От душа здесь вкусная, хорошо держится и в принципе она держится в течение дня. Все, точка. И прекрасная упаковка из стекла. Так, давайте продолжим все-таки с Rituals и это лосьон для тела в виде мусса. Его основной нюанс заключается в том, что если вы переборщите с продуктом, он начинает плохо впитываться в кожу и его надо наносить мало. От душа здесь интенсивная, держится в течение дня практически, хорошо распределяется. Какого-то вау увлажнения не будет. Это не уровень например масла для тела от NUX. Здесь увлажнение будет гораздо-гораздо меньше и аккуратно, когда распределяете. Ну и давайте сразу же поговорим про ифроше и завершим белорусской косметикой. Ифроше линейка с органовым маслом и розой и линейка с цветами. Органовое масло мне понравилось гораздо больше. Здесь интереснее и сложнее от души и она дольше держится. С розой, вернее с цветками какими-то. Вроде бы отдушка неплохая, но на теле вы ее вообще не чувствуете. Буквально минутку-две и все, запах улетучился. Даже иногда создалось ощущение, что вы распределяете, а запаха уже нет. Впитываются они средненько, то есть главное не перестараться. Если у вас кожа будет немножко хотя бы влажная, то они могут в этих местах не впитаться и придется потереть. Увлажнения здесь какого-то супер вау не ждите. Если вам нравится Ифроше, то тогда возьмите линейку Скорите, там будет больше увлажнения, больше питания. А это такая базовая увлажнялка для тела. И последний продукт на сегодня это будет Белита М и крем баттер для тела. Я покупала, когда была в Минске и потом уже остатки закинула в чемодан, просто для того, чтобы не выкидывать, чтобы вскрытая упаковка не стояла, не тухла на квартире. Мне и нравится этот продукт и не нравится. Чтобы вы понимали, это уже, наверное, третья или четвертая банка, которую я покупаю. Из плюсов. Мне нравится здесь отдушка, мне нравится линейка, вся вот эта вот линейка исключительно за отдушку. В принципе, этот продукт неплохо впитывается, если у вас сухая кожа. Но есть некоторые нюансы. Если у вас кожа влажная, продукт вообще не берет, вообще не впитывается, вы пытаетесь как-то его втереть, а он не втирается. И если вдруг по какой-то причине вам попадет какая-то капля воды на только что нанесенный вот этот крем, тоже такое же ощущение, что крем начинает куда-то течь и создается ощущение липкости. И вот в этом месте, куда попала вода, вы опять-таки крем не втерете и получается какая-то дырень странная. То есть он мне и нравится, и не нравится. Было бы прикольно, если бы они улучшили формулу, если бы она лучше впитывалась, не давала вот этого слишком какого-то маслянистого эффекта, жирного. Даже на самом деле не маслянистого, а это скорее больше эффект глицериновой пленки на теле. Но отдушка здесь просто великолепная. И на этом мы сегодня с вами наконец-то заканчиваем. Извините, что вышло так долго, когда у нас с вами пустые баночки за два месяца. Всегда, к сожалению, так получается. В следующий раз постараюсь запишу сайт пустые баночки за месяц. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас продукты закончились и какие бы вы могли посоветовать другим людям. Я надеюсь, это видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok